До сих пор неизвестна остается судьба 276 человек с южно-корейского парома Сивол. Спасательные работы не прерываются и ночью. Пока что найдены 29 тел. На борту судна в основном были школьники, которые отправились в туристическую поездку со своими учителями. Сегодня стало известно, что заместитель директора школы, ученики которой были на пароме, покончил с собой. Следствие установило, что в момент катастрофы за штурвалом находился не капитан парома, а его третий помощник. Более того, капитан в штатской одежде одним из первых покинул борт судна. Ему и двум его помощникам грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Как пишет южнокорейская пресса, паром мог затонуть из-за резкой смены курса, что привело к крену на левый борт. Еще одна примечательная подробность. Первый сигнал СОС поступил не от команды, а от школьника. Причем только через час после начала катастрофы. Выжившие рассказывают, что по громкой связи экипаж велел всем оставаться в каютах. Всего на борту парома Севол было 476 человек. Капитан и его помощники уже арестованы. Эта трагедия сильно напоминает катастрофу теплохода Булгария 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище. Тогда погибли 122 человека. Среди них много детей. Наш собственный корреспондент в Казани Игорь Севрегин сегодня у нас в студии. Он расскажет последние новости судебного процесса по делу о крушении Булгарии. Да, добрый вечер, коллеги. Спустя почти три года после крушения Булгарии в зале суда были названы причины трагедии. Отмечу, что это уже вторая экспертиза. Первую провели еще в 2011 году специалисты Ространснадзора. Для повторной экспертизы привлекли специалистов Петербургского государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Они резюмировали, что непосредственной причиной затопления стала совокупность факторов, таких как неудовлетворительное техническое состояние, плохой уровень подготовки экипажа, несоблюдение требований правил безопасности судоходства. Также, по мнению экспертов, причиной крушения стало ненадлежащее использование своих обязанностей экипажем команды, составом, судовладельцами и контролирующими органами. Предыдущая экспертная группа сделала несколько иной вывод. По их мнению, непосредственной причиной затопления стало попадание воды в открытые иллюминаторы машинного отделения. Напомню, что в тот день в Кубежском водохранилище был сильный шторм. Также специалисты подтвердили, что судно шло с креном 4,5 градуса. Примечательная разница этих двух заключений в том, что первая экспертная группа дала весьма расплывчатое определение, потому такая же расплывчатая формулировка могла бы быть и в решении суда. Вторая же экспертная группа дает более четкие причины, а потому перед подсудимыми открываются уже совсем другие перспективы. Но с выводом второй, повторной экспертизы, не согласен адвокат одной из обвиняемых судовладельца Светланы Янякиной. Свою позицию он обещал изложить в прениях сторон. Кроме того, комиссия указала в отчете, такие конкретные действия членов экипажа, судовладельца и контролирующих органов привели к ЧП. В суде стало известно, что старший помощник капитана Булгарии Рамиль Хаметов не заявил о неисправности на судне. Хаметов нес конкретно ответственность за работу всех средств внутренней и внешней связи, включая аварийные аккумуляторы и батареи. В последствии на судне, в момент крушения, отключения электропитания, капитан Александр Островский не смог сообщить другим судам о ЧП. Мы связались с одним из радистов теплохода Булгарии, Ренатом Габединовым. Он подтвердил факт того, что связь на судне действительно не работала. Ренат Габединов признан пострадавшим. Ему, как и 78 пассажирам, удалось выбраться с тонущей Булгарией. Те, кто выжил, сообщают, что жертв можно было бы избежать, их, возможно, было бы меньше, если бы тонущая Булгария подала вовремя сигнал СОС. Но сделать этого они не смогли из-за разряженных аккумуляторов. В результате этого страшного ЧП под водой оказалось 122 человека, в том числе и капитан Булгарии. Среди погибших было много детей, так как это был круизный теплоход, и он совершал двухдневную прогулку по Волге. Эксперты университета имени адмирала Макарова и специалисты Ронстранснадзора сошлись в том, что Булгария была непригодна к выходу в навигацию 2011 года. Как пояснил помощник прокурора Татарской транспортной прокуратуры Евгений Дикарев, окончательное обвинительное заключение по делу о крушении Булгарии будет составлено на основе уже новой экспертизы. Суд определил круг обвиняемых. Всего на скамье подсудимых находятся пять человек. Субарендатор теплохода Светлана Инякина, эксперт российского речного регистра Яков Ивашов, старший помощник капитана Рамиль Хаметов и два сотрудника Казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Владислав Семенов и Ирик Тимиргазеев. Ни один из подсудимых свою вину не признал, кроме Семенова, правда, он признал ее частично. Когда будет вынесено решение, никто сказать не может. Отмечу, что сам суд длится уже около года. Ну а Булгария затонула три года назад. Коллеги. Спасибо, Игорь Севрюгин. С последними подробностями суда по делу о крушении Булгарии. Ну а после рекламы на студии Михаил Мишин.